Здравствуйте! Сегодня у нас 16 декабря 2023 года. Программа «Ответы на вопросы». Я отвечу на вопрос, ликвидирует ли Путин национальные республики внутри Российской Федерации. Ликвидирует ли Путин национальные республики внутри Российской Федерации, так называемые, естественно. Потому что никакого федерализма и никакой федерации нет. Ну, давайте я отвечу на этот вопрос. Как я его понимаю, я не гарантирую, что это будет однозначно правильный ответ, но вероятность того, что это правильный ответ, достаточно высокая. Вот первое утверждение, которое я хочу сделать, это... Оно состоит в том, что после того, как Путин наберет более 70% на первом туре выборов в марте 2024 года, выборов президента так называемого, так называемой Российской Федерации. Вот после этого, соответственно, будет им принято решение о ликвидации национальных республик внутри Российской Федерации. Каким образом он это будет делать? Сразу все или постепенно. Как он их будет называть, в принципе, не принципиально. Наиболее такой вероятный сценарий, что все это будут называться экономические кластеры. То есть, что касается Башкортостана, то создадут экономические кластера, так называемые, вокруг Уфы, Уфимский кластер экономический, вокруг Кашимбая, Салавата, Стрельтамака и вокруг других зон. Типа экономические зоны, не нужно делиться национальным республиком, единством, мы все должны быть русскими и прочее-прочее. В общем, логика будет примерно такая. То есть, тотальная русификация и ликвидация национальных республик. Вот. Возможно, это будет сделано так, что инициаторами будут выступать какие-то местные люди, местные власти. Возможно, Верховная Вась скажет так, да? Возможно, вначале в одном регионе это сделать, потом в другом. Возможно, как-то попытаются сделать во всех сразу. То есть, сказать, как именно будет делаться процесс, сложновато. Но именно прогнозировать то, что это будет сделано, здесь можно с высокой вероятностью. То есть, с высокой вероятностью, что у Путина, собственно, такая идея фикс, это ликвидация национальных республик. И он к ней постепенно идет. И все, что делается, если вы посмотрите, то, собственно, это все и есть, что делается. Потому что, на самом деле, его желание – это не Советский Союз, это больше, это Российская империя. И вот ради вот этой вот Российской империи он положил уже большое количество людей. Идитами напал на другие государства. В общем, и прочее-прочее. Шантажирует мир ядерным оружием и так далее. И поэтому тот факт, что он, безусловно, попробует это сделать именно в период с марта 2024 по 2028 год, по декабрь 2028 года, я считаю так, что это оптимальное время для того, чтобы это сделать. Одновременно он повысил бюджет на военные расходы. Соответственно, война с Украиной будет продолжаться в 2024 году. И совершенно не факт, что эта война закончится в 2026 году. Что касается какой-то оппозиции внутри Российской Федерации, то она полностью рекомендирована. И есть население, которое может быть недовольное одним-то моментом, но оно абсолютно дезорганизовано. И вряд ли оно будет способно оказать сопротивление государству. Это нужно понимать. Вот. Поэтому идея такая, что нас ждут такие достаточно турбулентные времена. И тут главное правильно реагировать на это и правильно все это воспринимать. И некоторые упреждающие шаги, скажем, уже были сделаны. Вот, например, если вы посмотрите мое интервью с Рафисом Касаповым от 2022 года, там я, собственно, с ним разговаривал как раз по поводу того, что Путин, возможно, уничтожит национальные республики. И что нам нужно договориться о неизменности границ между Татарстаном и Башкорстаном. Да, вот в этот момент был у нас. И то, что мы признаем нелегитимным любые законы, которые будут приняты путинским государством, соответственно, и после окончания этого государства, этого режима, мы возвращаемся в статус Ко. То есть, если они нелегитимны, то мы, соответственно, все, что было принято, считается незаконным. Уже заранее. И примерно с такой же мыслью, но только в более расширенном составе и в более расширенных интерпретациях, это было сделано на форуме свободных народов пост России, свободных государств пост России, при Нейшнс, который был недавно в декабре. И там они приняли такой документ хороший на английском языке, где основной тезис состоит в том, что, собственно, как раз вот эти все национальные республики автоматически становятся национальными государствами, как это было при развале Советского Союза. То есть, все национальные республики, как вы знаете, при развале Советского Союза стали независимыми государствами. Все то же самое, в тех же самых границах, согласно этому документу, должно произойти с национальными республиками внутри так называемой Российской Федерации. Вот. Но тут не нужно предать идущий по поводу строков выполнения этого, потому что нужно понимать, что Путинская Российская Федерация – это ядерное государство, это государство, которое обладает достаточно большими ресурсами, ядерным потенциалом. И если многие думают, что, допустим, западные страны заинтересованы в скорейшем распаде России и прочее, к сожалению, многие из вас ошибаетесь в этом плане. То есть, это абсолютно не так. Есть какие-то силы, которые заинтересованы распаде Российской Федерации, а есть какие-то силы, которые, наоборот, кровно заинтересованы, чтобы Российская Федерация продолжала существовать. И формально они воюют в Российской Федерации, их спецслужбы воюют с российскими спецслужбами, формально. Но на самом деле они сотрудничают. Они подковерно сотрудничают, и им совершенно не нужно, чтобы Российская Федерация распалась. Потому что основным риском они видят ситуацию с ядерным оружием, с распространением ядерного оружия. Также они видят риски с тем, что в случае распада Российской Федерации там возрастет роль Китая, непонятно кому, достанется Сибирь, риски связаны с распространением ядерного оружия, как я говорил, и прочее. И до недавнего момента, как вы понимаете, вся система Российской Федерации была выгодна западным странам, потому что, грубо говоря, в России продавали нефть, газ и прочие ресурсы, и деньги воровались людьми, которые приближены к Путину, и эти деньги выводились на Запад. То есть это просто деньги уходили на Запад, и Западу было выгодно, что существует такое государство, ресурсы которого можно за дешевку покупать, и эти же деньги, которые были получены за эти ресурсы, потом получать в свои банки. Поэтому это достаточно все цинично и всемирно, и когда вы поддаетесь на какую-то пропаганду, в том числе западную, там, что вот демократия, свобода, они просто диктатических режимов. Да, формально это так, но вы должны понимать, что есть еще огромное количество разных тонких моментов, лицемерия, недосказанности, и если был политик, как бы и Запад абсолютно не един, да, и, соответственно, вы имеете это в виду. Не нужно быть такими наивными людьми и, значит, соответственно, верить всему тому, что вам говорят, в том числе Запада, да, в том числе разные свободы, там, как называется, радиосвобода и разные прочие средства информации западные, да. И если вам даже кажется, что вот Запад там поможет, Запад там против России, за распад России и так далее, нет, абсолютно нет. Очень часто, как раз наоборот, как раз наоборот, Запад вас может подставить и, соответственно, иметь тайное сотрудничество с путинским государством и так далее. То есть такой вариант исключен абсолютно, это вы должны понимать. Вот. Что еще хочется сказать касательно национальных республик? Вот многие очень эмоционально все это воспримут, я абсолютно уверен, потому что уничтожение национальных республик – это уничтожение наших родин, да. То есть 22 народа, которые 22 национальные, 22 национальные республики и сотни коренных народов Северной Евразии могут лишиться своей родины. То есть мы своей родиной уже давно лишились де-факто, потому что де-факто, например, республика Башкитана уже давно уничтожена. У нас нет образования на Башкирском, у нас эфинируют Башкир на разных местах, у нас все зомпированы, и огромная часть людей зомпированы, они отправляются воевать в Украину и погибают там в украинском Ширнадзене. У нас огромное количество Башкир в деревнях не могут выехать, соответственно, в города Башкирскана, в ту саму Уфу и прочие-прочие моменты. Чтобы нормально жить, как-то развиваться и так далее. И вынуждены ездить в Сибирь, бахтовым методом работать на невысоких зарплатах и так далее. То есть мы являемся колонией, а Башкирский народ вообще является колонией внутри колонии. То есть мы даже не второсортные, а третьесортные люди де-факто. Я сейчас говорю про Башкирск. И де-факто у нас от Башкирскана только название. То есть вот наша родина Башкирскан, от него есть название. Это то, что было сделано благодаря Первой Башкирской республике и Ахмедзаки Валиди. А все остальное было уничтожено. Уничтожен наш язык, уничтожена наша культура в значительной степени, уничтожена суверенитет, должность президента, уничтожена даже в какой-то степени воля. Воля народа тоже в какой-то степени уничтожена. Наши ресурсы захвачены путинскими людьми. То есть Путин и прочие лица небашкирской национальности контролируют башкирскую экономику. Это было прекрасно видно на примере Куштал, на примере башкирской сфотовой компании, которая принадлежала обшорному варью и прочее. То есть нам фактически там ничего не принадлежит. И мы на самом деле находимся в состоянии, как иногда приводят пример, икеев, коренных народов Америки и прочее. Вот примерно в таком же состоянии. Я даже не знаю, может быть даже коренные люди Америки находятся в лучшем состоянии. Я пока не могу это сказать, потому что я этот вопрос не изучил. По крайней мере я видел Ацтека-банк, то есть банк, который живет Ацтеком. Как бы вот есть такие явления, да, в резервациях каких-то тоже земли принадлежат этим индейцам коренным. И там есть послабление в налогах и какие-то другие моменты. Вот. У нас ничего этого и нету, как вы понимаете. Поэтому вполне возможно, что даже мы находимся в худших условиях, чем индейцы Америки. Такое я не исключаю. Вот. Ну и одна из важных висей, это то, что у нас фактически за время советской власти и вот потом время Путина, да, у нас уничтожен национализм. У нас вообще нет национализма, фактически, да. Очень небольшое количество людей являются националистами башкирскими. И людьми, которые радеют за республику Башкорстан, за будущее башкистской нации и так далее. Вот. С одной стороны, это все так. С другой стороны, давайте вот поймем простую вещь, да. Как бы это уже второй момент важный, который я хотел бы сказать. Важная вещь, я уже давно об этом пишу и говорю, и я готов повторить. Нация важнее государства. Нация превыше государства. И поэтому башкирская нация, она превыше республики Башкорстан. Потому что вы должны понять, что если не будет башкирской нации, то не будет никого Башкорстана. Даже если теоретически, формально для Юра Башкорстана будет существовать, а если исчезнет башкирская нация, то потом люди, которые будут на этой территории жить, они скажут, зачем нам какой-то Башкорстан, мы его просто уничтожим. Назовем его каким-то другим образом. Я сейчас не буду называть каким образом, да. Варианты там могут быть разные. А нация это первичная штука. И в случае с нами, это однозначно, именно нация формирует государство. Не государство формирует нацию, а нация формирует государство. В случае с башкирами это однозначно так. Потому что, почему это я говорю? Потому что бывают, например, разные примеры в истории. Например, французская нация. Французскую нацию кто придумал? То есть сначала организовали государство, Франция. Потом из тех людей, которые там живут, сделали французов. Сделали французскую нацию. Очень много похожих вещей было с другими европейскими народами, нациями, нацией строительства и так далее. Вначале государство, потом государство делает из тех людей, которые там живут, нацию. В случае с нами, как вы понимаете, такой не прокатит. Потому что есть внешняя сила в лице российского государства, которое будет всячески этому мешать. И не только нам, оно будет мешать татарам, чеченцам, индушам, калмыкам, бурятам, удмуртам, чулашам, эрзимокшам, парийцам и прочим разным народам. То есть всем нам, естественно, это государство будет мешать. Потому что оно хочет контролировать территорию наших будущих независимых национальных государств. Навязывать нам свою российскую либо русскую идентичность и разные прочие моменты. И она рассматривает нас как сепаратистов. И плюс к этому еще такой фактор, как наличие ядерного оружия. То есть это государство, Российская Федерация, контролирует самую большую территорию на планете Земля, сухопутную, сушу. И контролирует ядерное оружие. По ядерному оружию она входит в тройку лидеров. То есть она вместе с США, даже, по-моему, на первом месте, по-моему, находится. Там примерно как у США. И там догоняет дальше Китай. Ну, у Китая существенно меньше ядерного оружия. И поэтому задача Путина, одна из его задач, это вывести конфликт на ядерный уровень. Это нужно понимать. И вот когда Запад и, в частности, США недостаточно дают оружие Украине, разные прочие моменты, вот они боятся, на самом деле опасаются ядерной эскалации. Это тоже нужно понимать. Потому что у Российской Федерации дофига ядерного оружия. Дофига больше, давайте так скажем. Вот. И когда над гибридным образом состоят разные военные конфликты, на планете Земля, это тоже очень все интересно. Допустим, история с Венесуэлой, Мадуро, да? Это же человек, напрямую связанный с Сеченом, Игорем Сеченом, Мадуро, Венесуэлой и так далее. И вот этот конфликт, который сейчас там территориальный у них возник, когда Мадуро пошел с целью захватить территорию определенного государства. Это тоже все вот часть вот этой вот шахматной игры, которая идет. Да, это нужно понимать. Поликавом КГБ. Да, вот это все, что там делается и так далее, и так далее. Вот. Что я хочу сказать? Здесь нужно понимать вот две вещи. Первое. Нужно быть готовым, что вообще в национальной республике, внутри Российской Федерации, де-факто, который уже уничтожен, будет уничтожена де юра. Да, то есть вы же прекрасно знаете, что Башкирский государственный университет уже уничтожен. Это один из механизмов уничтожения нации. Это уничтожить его элиту, людей, которые думают, там, какое-то образование на национальном языке и прочее. То есть все это уничтожено уже. Экономическое уничтожение башкирского народа, да, чтобы мы жили в нищете и были вынуждены, соответственно, работать на оккупантов, которые захватили наши земли и так далее. Да, и чтобы наши ресурсы, нефть, газ, лес, золото в Баймарском районе, значит, накуштал, сода там и прочее-прочее, чтобы все это принадлежало шахам и там и так далее, принадлежало оккупантам. Да, вот это вот задача любых оккупантов, но они хитрым видом все это делают. В общем, и наш народ на текущий момент не в состоянии ничего этому противопоставить. Вот. Так что нужно понимать, что уничтожение национальных республик Де Юра – это, в принципе, вполне возможный и даже вероятный шаг, на который пойдет Путин. И ответом на это у нас уже есть мое интервью с Кашаповым, где мы все это отговорили и пришли к соответствующему выводу, и где мы подписали договор между, соответственно, Комитетом Большинского национального движения за рубежом и правительством независимого Татарстана, который разговаривает как раз с Кашаповым. Вот. О неизменности границ и о том, что после того, как путинский режим и вообще полностью вся политическая система там рухнет, что мы именно в тех границах, которые есть, и восстановим наши национальные республики. Да, республика Татарстан, республика Башкорстан, и было бы логично, чтобы такие же договора были со всеми другими республиками, как минимум, Дель Урала. То есть Эрзин Мокша, Удмуртия, Чуваша, соответственно, Мариел, да, вот, как бы вот этот момент. Ну и затем вот следующий момент, то, что я вам сказал, что нация превыше государства, да. Это нужно понимать, потому что если вы имеете Башкорскую идентичность и ведете себя как член нации, а не представитель государства, то, в принципе, вам без разницы. Какую идентичность вам навязывает государство, какую историю оно вам навязывает, и что оно делает. Потому что если вы составляете большинство на какой-то территории, а вы будете составлять большинство на какой-то территории, и Башкорская нация будет составлять большинство на территории республики Башкорстан, то в этом случае вам, в принципе, без разницы, что есть какие-то оккупанты, которые несут свои институты, свой язык, свою культуру, свою религию, свои там экономические разные моменты и прочее, вы их, если не в этом поколении, то в другом, либо ассимилируете, либо не поддаваясь их ассимиляции, соответственно, сами устанавливаете свои законы на своей собственной территории. И обеспечиваете контроль над своими ресурсами. Поэтому здесь как бы все однозначно, потому что даже если у какого-то государства есть ядерное оружие, и оно будет шантажировать ядерным оружием, что если кто-то будет пытаться отсоединиться, то они применят армию, кинут куда-то ядерную бомбу, то если население, оно не вспимчиво к той идентичности, которая им навязывается, то в принципе никто не может изнасиловать человека в мозге. На текущий момент это невозможно. И никто не может людям поменять идентичности. Даже опыт в Китае с уйгурами показывает, когда их пытаются демусульманизировать, где исламизировать. Там не все так хорошо у них с этим. А если вы посмотрите на евреев, когда их пытались иудизировать, или чеченцев, и прочие разные примеры. То есть люди имеют четкую идентичность, люди имеют свою четкую нацию, понятие о своей земле, понятие о своей нации, и никакое государство не может с ними ничего сделать. И те, кто обладает такими свойствами, те являются членами соответствующих наций. Поэтому можно говорить о чеченской нации, можно говорить о еврейской нации, можно говорить о каких-то других нациях, которые обладают резистентностью, то есть способностью к сопротивлению, навязываемым изне, оккупантским разным штукам, идеологиям и прочим прочим. Поэтому здесь у нас путь идет к ментальной евреизации, я бы так сказал, да, то есть это еврейский менталитет с башкирской идентичностью, если говорить простым языком. То есть если у вас будет еврейская идентичность, ой, не идентичность еврейская, а иноменталитет, надеюсь, вы понимаете, что такое, да, еврейский менталитет, но при этом вы будете обладать башкирской идентичностью, то вы как раз не исчезнете в любой ином национальной среде. У вас всегда будет ваша же идентичность, Она никуда не исчезнет Вы будете способны перенести ее в следующее поколение Вашу идентичность И в будущем ее восстановить На какой-либо территории Желательно, конечно, на территории На Святой Земле На территории Республики Башкорстан Которая для нас, для башкорской нации является Святой Землей Это тоже нужно понимать Вот Поэтому, собственно, на самом деле Все дело в менталитете И в том, как вы воспринимаете действительность И действительно ли вы готовы К борьбе И борьба, прежде всего, ментальная И она Это борьба, которая идет Столетия Если не тысячелетия Вот с момента, как Образовалась башкорская нация И как разные оккупанты Приходили на нашу башкорскую землю И всячески Устраивали геноцид, гладомор И прочие разные Нехорошие вещи Поэтому примерно так Что такое еврейский менталитет Ну, если у вас возникнет вопрос Здесь, как бы, скажем так Евреи бывают разные абсолютно Но еврейский менталитет Это вот то, что в обыденном сознании Понимается Что такое еврейский менталитет Вот именно это я имею ввиду То есть такая хитрость Приспособляемость Способность везде извлечь выгоду Способность вскрыть свою, допустим Еврейскую национальность И исповедование иудаизма Там еще что-то В случае, если это невыгодно И прочее, прочее Потому что задача выживания нации И конкретного члена нации Это самая важная задача И пример евреев Иудеев Как раз это показывает У них там было Более двух тысяч лет Проживания в Гауте Так называемом Гауте это Изгнание То есть когда они жили За пределами Того, что они называют Сейчас государством Своим национальным государством Израиль И, соответственно Потом, когда они возвращались Это Алия и прочее, прочее Пожалуйста Люди две тысячи лет Благодаря тому, что у них были раввины И разные другие причины Жили среди других народов И, соответственно Сохранили свою идентичность И затем Через какое-то время Вернулись на те земли Которые считают В общем Своей родиной Примерно так То есть Пример такой Есть Евреи Есть другие примеры Но евреи это Самый такой интересный пример Я сейчас не буду На эту тему далеко говорить Вы примерно понимаете Да, что такое еврейский наиболитет Вот Поэтому Нация превыше всего Нация превыше государства И Тот факт, что Путин Постепенно идет К тому, что он идет А он, собственно Постепенно уничтожит Республику Пашистан Татарстан Разные другие Национальные республики На Кавказе Ему, наверное, будет сложно Сечню уничтожить Поэтому он попытается С высокой вероятностью Сделать Кадырова Каким-то Главным человеком По Кавказу Его назначить И как-то там Обвинить Назвать это Кавказским округом Или еще Кавказской республикой Что-то такое Либо наоборот На сектора Экономические Сектора разделить То есть В общем Варианты, возможно, разные Возможный вариант взрыва То есть Национального взрыва Когда вот эти вот Представители Коренных Народов Соответственно Северной Евразии Оккупированные Московской империей Когда они Значит Поднимут эти восстания Я, честно говоря В этот сценарий Не особо сильно верю И даже если он Реализуется Я не верю В успешность Таких восстаний Вот Потому что Я вижу Что Для того Чтобы такие восстания Были успешными Во-первых Они должны быть Одновременно вести Во-вторых Должны быть Люди Которые способны Противопостоять Регулярной армии В-третьих Это люди Должны быть Вооруженные Способны Управлять Беспилотниками Способны Захватывать Какие-то склады С оружием Способны Иметь Тыл надежный Способны Обеспечить Границу Там Проход через границу Объемного государства Чтобы Оттуда получать Поставки Соответственно И так далее Я понимаю Что Это очень маловероятно Это очень маловероятно И Вот такая вероятность Что Восстание Оно будет Подобное Восстание Если произойдут Они будут Подавлены в крае Ну и тем более ГБУХ Она обязательно Внедрит В национальные движения Своих стукачей И эти стукачи Там будут Либо управлять Сими национальными движениями Либо стучать И в ГБУХе Будут заранее Все знать Что там Они будут делать Примерно Такая ситуация Я Я просто Это говорю Исходя Из моей оценки Значит Людей Которые бы Теоретически Могли бы Это делать Я как бы Оцениваю Уровень их интеллекта Уровень их понимания ситуации И уровень их Сплоченности Численности И прочее Исходя Из этих оценок По Башкировым Я могу сказать Что Это навряд ли Даже если У кого-то там Произведет Эмоциональный Выброс В виде какого-то восстания Это восстание Не будет успешным Вот А мы как народ Потеряем Какую-то Наиболее Плассиональную часть Поэтому Это не есть Хороший вариант Да Поэтому Вы это должны понимать Но Несмотря на все это Я положительно Смотрю На Будущее Наших наци Я имею ввиду Не только Башкировскую нацию Но и всех других наций Которые Захвачены Российской империей Потому что Ну по большому счету Для меня понятно Что вот эта вот история Когда Какие-то народы Значит захватывают Другие народы И навязывают им Какую-то свою Программу Да Ну это Это ненормальная ситуация И Она будет изжита То есть человечество Найдет способы решения Этого вопроса Вот Абсолютно точно И это вопрос Как бы Не близкого будущего А Ну как бы Ну и не столь далекого будущего То есть Этот вопрос Совершенно точно Будет решен В 21 веке И даже В первой половине 21 века 21 века То есть он Не будет решен Как Вы понимаете Он даже будет Ухудшение с этим Когда будут Ликвидированы Наши национальные республики С высокой вероятностью В ближайшие несколько лет Но вот затем Эта история Совершенно точно Будет решена И здесь Самый именно вопрос В том Что на момент Ликвидации Путинского Политического режима И Каких-то других Режимов Которые могут Оставаться До развала Российской Так называемой Российской Федерации Да Вот на момент Этот момент Что из себя Будет постоять башкиры Если башкиры Будут постоять Сейчас Сплоченную нацию С И когда Большинство людей Являются башкирскими Националистами Из тех людей Кто имеет Башкирскую идентичность И если мы При этом будем иметь Хорошую Башкирскую диаспору В западных странах Соответствующими Последствиями То в принципе Если мы будем Составлять 35-40% Населения Республики Башкистан На тот момент Да То в принципе Как бы Это одна история Если же Наши люди Значит Ассимилируются Воспримут Чужую идентичность Там Станут русскими Станут считать себя русскими Забудут башкирский язык Забудут башкирскую историю И всякие прочие Разные моменты То есть полностью Будет произведет Такая ассимиляция Вот То это уже другая история Там уже Ничего не поможет Как бы Естественно Государство российское Будет пытаться Всех ассимилировать Уничтожить И прочее То есть Поэтому все На самом деле Зависит от нас самих Вот И от того Являемся ли мы Нацией Или мы являемся Этмосом Я вам еще раз Повторяю Что нация Это Организованная Группа лиц Способная Переносить Следующее поколение Не только Геном То есть Детей рожать Но и Идентичность Религию Культуру Взаимоподдержку Разные Контроль над Экономическими ресурсами Разные Прочие моменты И так далее Потому что Ну собственно Об этом Вообще Речь идет Потому что Вы должны понимать Что На планете Земля Идет Постоянная Война И борьба Разных Индивидов Раньше Допустим Хомосапиенсы Были вынуждены Воевать с животными Потому что Животные были сильными Всякие Мамоты Слоны Львы Сейчас животные Не представляют Никакой опасности Самое опасное Животное Это Хомосапиенс Это Человек И вот эти Хомосапиенсы Сейчас Воюют между собой За контроль над ресурсами За богатство За Влияние За прочие Разные моменты И прочее И Наша Людям Людям Путина Вот Вот именно Вот именно Так И Видите Что Никаких Перспектив Нет И вам Противно Находиться Среди фашистов Там Российской империи Да То Вы Просто Ну Сделайте Значит Шаги К тому Чтобы Оттуда Уехать Вот Как я Да Например То есть Я на эту тему Снимал Разные Видео Вы можете Посмотреть Либо Можете Мне Задать Вопрос Может Я Вас Посоветую Как Вы Романовых Разных Да И Гаудамор Пережили Потеряв 58% Населения Да Ну Сейчас Наша Как бы Задача Пережить Путинский режим Путинское государство С наименьшими потерями Потеряв Как можно Меньше людей И Потери людей Это не только Убитые Люди Там Нерожденные Дети Да Например И убитые А потери Людей Это Собственно Ассимиляция Да То есть Не став Русскими Не став Людьми Какой-то Другой Идентичности И прочее Вот это Тоже Важный Момент Потому Что Вот Смотрите Очень важный Момент Который С которым Многие Башкиры С кем Я общался Они Это Воспринимают По-другому Не так Как я Я Воспринимаю Это Именно Так То есть У Некоторых Башкир Которые Мусульмане У них Есть Привязка Идентичности К религии Они Считают Что Они Мусульмане И Во вторую Очередь Они Башкиры И У них Нет Понимания Что Все Башкиры Должны Быть Мусульмане У 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 Идентичность Никак Не Привязана Никакой Либо Религии То есть Если Вы Имеете Просто Тупо Идентичность Вы Считаете Башкир Все Это Ваша Идентичность К религии Это Вообще Никак Не Связано Вы Мусульманином Можете Быть Атеистом Агностиком Христианином Еще Кем Угодно Если У вас Идентичность Башкирская И Если При Этом Вы Соответственно Я Так При этом Ваши предки Входили В военно-политический Союз Родов Башкор То По моим Признакам Вы Являетесь Башкир Вот Собственно Ответ На вопрос Если Ваши предки Входили В военно-политический Союз Родов Башкор И У вас Башкирская Митичность То Вы Башкир Этих Дух Вещей Достаточно Какие-то Религии И Прочие Разные Вещи Вообще С этим Никак Верите Вы Что-то Соблюдающий Несоблюдающий Там И Прочее Прочее Это Важно Смотрите Там Самолеты Летят Боевые Самолеты Надеюсь Там Видно Истребители Это На границе С Мексикой Сейчас Находимся Мы Сан Диего Город Вот Там Находится Док Бич Давайте Сейчас Тут Немножко Снимаю Тут Серфингистов Много Вот Они Видите Надеюсь Там Сзади Что-то Видно Серфингисты А Там Док Бич То Там Собачки Там Можно Собачкам Короче На пляже Бегать И Напоминаю Сегодня 16 декабря 23 года Тем не менее Все равно Очень Все Как бы Здесь Достаточно Ну Не холодно Скажем так Купаться Конечно Нельзя Они все В серфингах Костюмы Купаются Вот эти люди То есть Специально Такие одевают Которые Тоже Здесь В Калифорнии Придумали Вот Так что Интересная тема Серфинг Это вообще Класс Я К сожалению Пока Эту тему Для себя Не Не Освоил Но Я Надеюсь В будущем Как-нибудь Возможность Появится Вот Видите То есть Они в таких Черных Костюмах Ходят Босиком Ходят Прямо Из машин Выходят Черные Костюмчики Одевают Которые Греют Берут Церф И идут Сюда Купаться И не Только Здесь Ну Давайте Значит Продолжим По поводу Путинского режима И Ликвидация Национальных Республик Я Не Даю Гарантию Что Национальные Республики Будут Ликвидированы Вот Республика Федерация Путина И его Режимом Но Вероятность Этого Большая То есть Очень Большая Я Сказал Где-то Процентов 70 На Текущий Мин 70 Процентов И В принципе К этому Все Готово Затиска Национальных Элит Захват Подприятий Полный Контроль Вот Сейчас Навальный Исчез Это Тоже Своебразная Игра Котинская И Разные Прочие Моменты Арест Брата Руслана Кабасова Посадка Дельмухаметова Там И Чанышева Там Тоже Сидит И Куча Куча Разных Других Моментов Все Это Как Б Вот То Что Толстой Который Вот Потомок Того Настоящего Толстого Льва Толстого Который Ведущий Ну Есть там Толстой Такой Вот То Что Он Там Поспорил С Ведущим ТНВ Татарским Я Забыл его фамилию Вот Что Типа Не надо слово Россиянин Использовать Надо слово Русский Использовать И так далее Вот эти все Вещи Они Собственно Не просто так То есть Они В конечном итоге Ведут к тому Чтобы Путин Ликвидировал Национальные Республики Внутри Российской Федерации И он Может Это Представить Как Некую Победу Будет Там Какое-то Про Путинское Большинство Радостно Кричать Мы Едины Мы Непобедимы Мы Все Русские Туда Сюда Вот И под Это Улюлюканье Он Уничтожит Национальные Республики То есть Формально Их То есть Зная Логику Поведения Путина Такая Вероятность Она Высокая Я вам Обозначил Что я Вижу В качестве Вариантов В качестве Вариантов Бороться С этим Я считаю Что Ну Если вы Знаете Методы Борьбы С этим То В парковом Руке Пожалуйста Я буду Прократ Если вы С этим Сможете Как-то Бороться Эффективным Обыцем Но Если Вся Ваша Борьба Сведется К Эмоциональному Пшику Я Это Так Называю Тогда Это Бессмысленно Вы Просто Пожертвуете С собой Пожертвуете Своим Время Эмоциями И так далее И не Получите Результат Результат Я думаю Что он Будет В любом Случае Когда Все Это Закончится И Есть Такая Пословица Китайская Она Гласит Следую Если Долго Смотреть В реку То По реке Обязательно Проплывет Труп Твоего Врага И Вот Этот Момент Тоже Учтите Принете Ксения Возможно Придется Какое-то Достаточно Долгое Время Смотреть Действительно В реку Но Финал Все Этой Историей Извесил Это Нужно Понимать И Настоящая Борьба Это Именно Борьба В ваших Умах Борьба В головах Лиц Башкирской Идентичностью Борьба За то Что у Них В мозгах Борьба За их Менталитет За их Способность Сохранять Башкирскую Идентичность За Имоподдержку Выживать В Винной Национальной Среде Быть Успешными Богатыми Иметь Много Детей Чтобы Дети Сохранили Башкирский Язык Независимо На то Что Башкирские Школы Ликвидированы И Башкирское Образование Ликвидировано И Прочи Разный Момент И Также Понимает Что Сейчас Мультфильмы На Башкирском Я этим Занимался Они В принципе Есть В достаточном Количестве И Разные Прочие Моменты В цифровом Виде И Никакое Путинское Государство Не сможет Все это Убрать Уничтожить Поэтому Если у вас Есть Сила Воля Вы можете Все это Восновить И И Использовать И Прочи Разные Моменты Вот Если Вы На Примерной Территории Будете Составлять Большинство Населения И будете Едиными Единой Такой силой Башкирской Нации То В принципе Пережить Какого-то Путина И какой-то Его политический Режим Ну это Просто На самом деле Какая-то фигня По сравнению Со Сталином С династией Романовых С Иваном Грожным Со всякими Геноцидами С Гру домором И прочее То это Просто Ну как бы Такой Фарс Есть Такое выражение История повторяется Дважды Вначале В виде трагедии Потом В виде фарса Вот сейчас Мы в виде фарса Все это Повторяем То есть Как бы Версия light Да Версия light Такая Но она Достаточно Тоже неприятная Штука И по времени Больше Длится Да То есть Такой вот Но тем не менее Финал всего этого Вы всех Прекрасно понимаете Конечность Путина Его государства И Бесконечность Башкистской нации И прекрасное Будущее Башкистской нации В случае Если у нас Будет Менталитет Именно как В нации Если мы Не будем Этмосом А будем Нацией Примерно так Так что Ответ на вопрос Я дал Я еще раз повторю Вероятность Того что Путин С 24 года По 28 год Попытается Ликвидировать Национальные республики Внутри Российской Сперации Она очень высокая Вот ответ на вопрос И Надо к этому Быть готовыми И знаете Что я вам сказал Всего хорошего До свидания